Легко ли заливать каток на стадионе? Как выяснилось, это не такое простое дело. Это в процессе, это как так, это не расскажешь. Это надо как бы заниматься, знать, вот простого не поставишь, он лить-долить, как просто в огороде. Вот видишь, там перебой, видно. Вода подстыла, дальше не течет, смотри, прилипнешь. Подготовка ледяного поля занимает около месяца. Своё влияние на процесс оказывает и переменчивая колымская погода. Снежная, не снежная. Если снег, когда заливать? Сегодня залил, завтра засыпало. Целый день его очистишь, потом опять заливать. Поля неровная у нас, яйцеобразная. То есть пока вода вся убегает туда, вот стараешься, проливаешь, потихонечку проходишься разок, она прихватывает. Потом вот смотришь, где вот, видишь, выравниваешь потихоньку, где вода стоит, где не бежит. После наращивания ледяной базы финишное покрытие будут шлифовать уже не вручную, а спецтехникой, водополивочной машиной. Каждый год у нас прокат коньков стоит 100 рублей в час и 100 рублей билет на вход в каток, на каток, это на неограниченное время. Остальные катки бесплатные, то есть катки в школах и на центральной площади бесплатные. Время работы катка на Магаданской площади без ограничений. Катки при школах будут открыты по расписанию, утверждаемому руководством образовательных учреждений. На городском стадионе и на промышленном проезде катки будут работать в выходные дни с 12 до 20 часов, в рабочие с 16 до 20 часов. Олег Дудник, Олег Калугин, Владимир Корсунский. Специально для Вечернего Магадана.